Кто умер Наша гимнастика, она основана на напряжении То есть мы напряглись А вот китайская Она на расслаблении То же самое движение Поднятие рук Можно сделать так А можно каждое движение Чтобы каждая мышца При этом расслаблялась Те же йоги Понятно, что там жарко В Индии Другой немножечко подход Бегать и прыгать Двигаться сильно не хочется Хочется посидеть И подышать Поэтому они действительно Принимают статические Какие-то позы Которые опять-таки На расслаблении Мышца растягивается И расслабляется И действительно Сами волокна Они становятся эластичными И кожа совершенно другая И тонус мышц совершенно другой Среди того, что мы упрощенно Называем восточными единоборствами Существует большое разнообразие школ В том числе китайских Есть так называемые Внешние школы Развивающие искусство удара И его силу И есть внутренние Их различия имеют отношение К нашему разговору Внешние боевые искусства Там шаволинь Но внешние Вот эти Как бы представители Внешних Вот этих школ Они как раз Вот долголетием не славятся А живут достаточно Ну так сказать Не так долго Потому что все эти Удары Сотрясения То есть когда там Об себя лопят Там эти Кирпичи Плиты Оно все равно Оставляет Некоторое Воздействие И Пока человек Скажем Силен И тренирует Физическую силу Она эффективна Она эффектна Вот Ну со временем Силы кончаются Вот эти Внешние Вот А во внутренних стилях Наоборот все Основано на том Что мы Толкаем человека Не напрягаясь А наоборот Используя Совершенно Противоположный Принцип Если нас хватает Обычно мы Напрягаем мышцы А здесь Мы здесь Расслабили Здесь Десять Человек улетел Либо толкаем То же самое То есть можно Бить 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 И Находиться На внешней Поверхности Так сказать Не проникая Даже когда Дверь жесткий Вот А можно как раз Когда рука Ну там расслаблена То есть Движение идет Уже туда внутрь То есть Здесь совсем Другой принцип На чем построена Восточная цивилизация Что совершенно Отсутствует В цивилизации западной У нас тренируют тело А у них Все построено На тренировке Эмоций и дух Различия в подходах К физическому Совершенствованию Отразились И в подходах Медицинских Западная наука Развивалась Начиная С исследования Материи Вот Дробя ее На все Больше Больше Более мелкие Части Пока не вышло На Понятие Так сказать Там атомов Энергия Потом через энергию Дошло до информации То есть как бы вот А китайцы пошли Средним путем Через энергию Вышли И на подсознание Как бы На эту информацию И на материю О бессмертии Мечтают Миллионы людей Тех самых Которые Судорожно думают Чем бы себя занять В воскресный Дождливый вечер Сьюзен Эрц Владимир Николаевич Анисимов Профессор Доктор Медицинских Наук Президент Геронтологического Общества Российской Академии Наук Более 30 лет Занимается Изучением Вопросов Долголетия С его Участием Было проведено Более 50 успешных Экспериментов Изучающих Видовую Продолжительность Жизни И пути Ее Продления То что Последние Годы Нас очень интересует Это световой режим Дело в том Что С развитием Цивилизации Когда Было изобретено Электричество Всего-то 140 лет Там и назад Лампочка Появилась И вот Люди Если раньше Ложились Спать При заходе Солнца Сейчас многие Работают по ночам Так вот Выяснилось Что Работа по ночам Увеличивает Риск развития Нового образования И замедляет И ускоряет Старение Везде сейчас Горит Свет Ночью Даже Такой термин Появился В науке Световое Загрязнение Световое Загрязнение Еще одно Новое Слово И новое Понятие Порожденное Современным Миром Понятие Несущее Преждевременную Смерть Если вот Человек Летал Над Европой Или Соединенными Штатами Ночью На самолете Вы увидите Море огней Видите Крупные города Из космоса Светятся Очень ярко В тех странах Где И в тех городах Где больше Световое Загрязнение По ночам Там выше Заболеваемость Раком Молочной Железы И Предстательной Железы У мужчин Ну и Некоторых Других Локализаций Это очень Серьезно Нарушение Суточного Ритма Который Присущ Всему Живому Скажем От растений Которые Утром Распускаются И кончая Всем Млекопитающим И человека Связан С таким Важным Явлением Как Суточный Ритм Мелатонина Ночного Гормона Который Продуцируется Шишковидной Железой Это такая Особая Железа В мозге В центре Мозга Находится Которая Продуцирует Мелатонин Ночью Он Как Камертон Задает Чистоту И является Фактически Счетчиком Наших дней Пульсация Жизни Ритм Жизни Откуда Он Берется Кто Его Задает Не мы Лисами Торопясь Жить И ускорив Нашу Жизнь До предела Соответствует Ли этот Ритм Человеческому Внутреннему Ритму Его Пульсу Биению Сердца Счетчик Жизни Мелатонин Вырабатываем И каждым Из нас Только Ночью И только Во сне Продолжает Считать В детстве Мы ближе К смерти Чем Наши Зрелые Года Осип Мальдольштам История Человечества Многомерна Ее Трудно Привести К единому Знаменателю Мы не только Говорим На разных Языках Мы по-разному Думаем Оцениваем Верим Мы по-разному Воспринимаем И мир И самих себя В этом мире Создатели Этого фильма Полагали Что чем Шире Будет охват Различных Человеческих Культур Тем Точнее Будет Разговор О жизни И смерти Здесь Центр Азии Это прародина Древних Тирков Здесь Когда Великой Древний Древний Каганат У них Школы Не было Университов Не было А у них Шаманы Были Это наша Древняя Культура Это наша Древняя Симбилизация Ватхисюкин Является Страною Шаманистов У нас Есть Другой Взгляд На жизнь На рождение Монша На смерть Старика Для нас Существует Великая Вера После Физической Смерти Жизни Любого Человека Хоть Ребенок Умер Хоть Старик Умер Хоть Молодой Любом Его Жизнь Уходит К небесам То есть После Смерти У нас Есть Жизнь Это У нас Этот мир Называется Карадир Карадир Это Черное Небо Черное Небо После Смерти Дыша Человека Уходит